Всем большой привет! Меня зовут Юля и вы попали на мой канал, где я делюсь своим духовным и не очень опытом, своими победами и, так сказать, неудачами, которых у меня, по ходу, дело больше, чем побед. На самом деле, у меня даже тема этого видео есть. Я хотела рассказать просто свое видение, какое-то не истины, там ничего такого, просто как я это все вижу. Но изначально, честно говоря, хочется просто душу излить, что насколько сложно сотрудничать с людьми. У меня сложный характер. Особенно я такая, знаете, одиночка, может даже единоличница. То есть, живу как бы сама по себе все-таки больше. Я свое пространство делюсь очень малым количеством людей и мне, конечно, тяжело сотрудничать. Это боль моя. Ну да ладно, тема нашего видео сегодня на самом деле не об этом. Это так к слову, что если у вас тоже какие-то трудности там в общении, да, то вы не один такой, вы не один такой, это сто процентов. На самом деле, тема моего видео была в том, что я частенько натыкаюсь на оценочные суждения, да, всякие разные, там, какая религия лучше, какая вера лучше. Сейчас я тут себе удобно сделаю. Боже-менее, надо какой-нибудь, какой-нибудь столик сюда все-таки притащить. Вот. Начинают, в общем, какое-то оценочное суждение. Христиане ссорятся, там, наверное, с мусульманами, мусульмане ссорятся, там, с суфистами, еще, в общем, и так далее, по кругу, по замкнутому. Я, когда я, знаете, допустим, слышу про христианство, да, допустим, про православное христианство, вот я, в принципе, оцениваю христианство по Святому Луке, да, то есть я прочитала, ну вот, как-то так случилось, вот даже до Евангелия, да, до всего-всего-всего в христианстве я прочитала книгу Святого Луки, за что я полюбила страдания. Я, по-моему, здесь даже отзывы писала, то есть, ну, не отзывы, в смысле, а просто своим впечатлением таким вот делилась, когда открыла уже этот канал. И для меня, вот, в принципе, это, знаете, такой фундамент, что даже если мне сейчас все вместе хором начнут говорить, да, там, весь интернет начнет пестрить, что христианство это фу-фу-фу, оно не работает, для меня это будет, как бы, знаете, ну, такой легкий ветерок, да, там, в поле, потому что есть фундамент, да, грубо говоря, то есть есть фундамент, я точно знаю, что Святой Лука, он прошел этот путь, он прошел этот путь от и до, столкнулся со всеми трудностями, так сказать, верующего человека, да, и в тюрьме 20 лет отсидел за Бога, не отказался, то есть, в принципе, путь был просто, наверное, гениальный, да, то есть, служение у него было, лечить людей, то есть, как он писал, что он лечил и хороших людей, и плохих людей, в тюрьме он лечил преступников, да, то есть, вплоть до того, что, там, я знаю, что эти люди могут меня, там, завтра ограбить, там, убить ради нелепой пуговицы, там, или в нелепой драке меня не заметить и прыгнуть ножом, но я всё равно буду лечить всех, кто ко мне придёт. И поэтому для меня христианство зиждется на, вот, святых людях, да, то есть, потом я уже прочитала, там, Серафим Саровский, я прочитала Евангелие, я прочитала историю Иисуса, я прочитала историю апостолов, то есть, это уже было после, но тем не менее, да, то есть, вот, собственное мнение у меня сформировалось, опираясь на жизненный путь святого. И поэтому для меня немножко странно, когда, например, я слышу, там, про кришнаитов, да, там, ой, там, эти кришнаиты, да, то есть, по сути, люди очень часто судят, вот, просто на улице увидели, там, не знаю, там, ну, поют, танцуют, там, книжки распространяют, вот, я, как, ну, в принципе, да, знакома с этим движением, и я понимаю, что очень часто, очень часто, да, вот, на улицу выходят люди, которые, вот, ну, знаете, очень часто, недавно вообще, вот, там, в принципе, они ещё сами ничего не знают, они просто вдохновились, они поверили в Бога, они поверили в этот путь, поверили в это движение, и, ну, им говорят, да, то есть, в принципе, самое лучшее, что ты можешь делать, это распространять другим людям славу о Боге, да, то есть, знание о Боге, всё, самое лучшее, даже если ты, там, супергрешник, самое лучшее, что ты можешь делать, это распространять знания о Боге, и поэтому люди, в принципе, и я была точно такая же, я тоже ходила по улице, распространяла книги, да, хотя сама стояла, знаете, коленки тряслись и так далее, и я понимаю, что эти люди, как бы, не являются эталоном традиции, а слово совсем, это просто люди, которые вдохновились, воодушевились, или, я думаю, кто в России живёт, часто видели кришнаитов, которые поют, танцуют, да, кроме лидеров, да, в большинстве своём, это люди, которые достаточно недавно в традиции, то есть, они ещё, естественно, по ним судить о всей традиции, ну, просто абсурдно, и когда я, я, кстати, так не причисляюсь, на самом деле, ни к какой традиции, да, то есть, я, на самом деле, крещённая, но на данный момент я веду практику, поэтому пытаюсь вести практику, да, Харе Кришна, то есть, я повторяю мантру Харе Кришна, читаю книги про Пхупады, и, в принципе, именно этот путь меня сейчас вдохновляет больше всего, мне кажется, максимально живым, максимально доступным. Кстати, я тоже где-нибудь расскажу, почему. И я расскажу этот вот короткий момент, да, как я именно, наверное, пришла в Харе Кришна. Естественно, я знала всех, там, и Тарсунова, и Гадецкого, и Сатья, да, то есть, я как блогер ютубовский, да, все, кто тусуется на ютубе в рамках психологии, да, конечно же, я их тоже смотрела, мне тоже всё это нравилось. Но так как нету такого явного, да, именно религиозного подоплёки такой явной, да, как бы я и не ассоциировала. Хотя я знаю, что Тарсунов, он открыто говорит, что он боговерующий человек, и он говорит, что во всех сложных ситуациях самое лучшее, что вы можете делать, это просто помолиться Богу, да. Да, насколько вы искренне это сделаете, настолько он к вам и откликнется, да, то есть, главное, наша искренность. Но я как бы не шла не через него, да, я просто впитывалась, и я тогда реально думала, что про христианство — это мой путь, да, то есть, я реально думала, что я поеду в Россию, да, я как бы пойду там в церкви, там, в общем, покрещусь, я тогда не была крещённая даже, то есть, я думала, это будет мой путь. И каково было моё удивление, что когда я приехала в Россию, как-то я в какую бы церковь я ни... Я приехала во Владивосток, она была закрыта, да, и в какую бы церковь я ни порывалась зайти, они были закрыты, и даже утром, хотя я думала, утром службы, то есть, мне не везло, мне реально не везло, я просто не могла туда даже попасть, у меня не было ни одного знакомого человека, который бы мог мне посоветовать, куда вообще идти и как это работает, вот. И когда я просто шла по улице, это был как раз восемнадцатый год, с этого года я веду этот свой канал, у меня было действительно ощущение просто отчаянности, разбитости полной, я не знала там, как жить, что делать вообще в этой жизни, у меня не было абсолютно никакого плана, никаких целей, и я была достаточно подавлена в жизни, конечно же. Столкнулась с непониманием родственников, да, то есть, у меня нету особо верующих, у меня только бабушка верующая, но как-то она тоже с такими кризисами не сталкивалась. Ну, в общем, как-то мне никто не мог помочь, и как раз дня через два я встретила на улице парня, который дал мне книжку. И я вспомнила, что да, действительно, для меня это было всё одно, евангелисты, протестанты, кришнаиты, католики, да, все, кто ходит по улицам, распространяют книжки, для меня было всё на один цвет вообще, тем более у меня бабушка, она была отчасти вот это вот седьмое пришествие, или евангелие, я не помню, какое вот именно она была, вот это вот христианское движение, да, какое ей нравилось именно. Но она мне про него много рассказывала, у неё было очень много дома книг, которые я перечитала. Это был Ветхий Завет, причём Ветхий Завет в картинках и для детей, и не для детей, и с комментариями, и не с комментариями. У неё реально дома была целая библиотека вот этих вот книг про христианство. И вот этот парень был кришнаитом, и он тоже сказал, что да, у нас вот есть книги, то есть мы с ним разговорились о Боге, там, я говорю, я помню тот момент, когда я сказала, что я не испытываю какого-то, ну, счастья, да, удовлетворения, там, не знаю, купил, что-то поел, там, не знаю, поспал, там, буквально там полчаса, и снова какая-то тоска и одиночество. Вот. И он мне дал книгу по ту сторону рождения и смерти. Ну, короче, какие-то тоненькие, тоненькие там брошюрки есть. И я изначально была очень настроена скептически, потому что думала, кришнаит, это вообще не наше. Вот. То есть для меня это было нечто из другой планеты, и, как бы, христианство-то ещё понятно, да, и я реально готова была пойти там к любому движению христианства, да, к любому абсолютно, даже если оно малочисленное. Но не кришнаиты. Вот. Но каково было моё удивление, что потом я, окей, там, всё, мне там дали даже какие-то телефоны, куда звонить, то есть мне дали даже контакты, то есть в случае чего, чтобы типа не потеряться в этой пучине. Вот. И самое, что удивительное, то меня это не впечатлило от слова совсем, да, то есть хотя мне парень очень понравился. Мне понравилось всё, что он говорил, то есть всё было правильно, да, то есть всё было идеально. Но так, чтобы впечатлить, вот на уровне Святого Луки, я понимала, что нет. Когда я прошла книгу Святого Луки, что 12 минут ни о чём, но это канал, в принципе, моих духовных ошибок, поэтому это видео туда же. Да, то есть когда я пришла в книгу Святого Луки, я была, знаете, готова на край света за ним идти, то есть у меня было такое ощущение, что я готова, ну, я мусор пошла собирать по улицам, да, у меня была эта вот идея тогда уже, да, что какая-то несправедливость, да, из серии, она нас кормит, а мы её просто эксплуатируем, то есть вот эта вот идея, совершенно мутная, непонятная, в общем-то она и до сих пор таковая, у меня была вот эта вот идея, знаете, какого-то такого, что-то мы не то делаем, что-то не то, что-то где-то не хватает у нас мозгов, вот, и я пошла собирать мусор, да, и когда Святого Лука сказал, что Бог есть, да, и в принципе всё, что мы видим, создано им, у меня уже, как бы, таких сомнений не было, и я, как бы, оставила свою гордыню, да, и пошла собирать мусор, просто по улице, о чём мой канал, собственно, и есть, ну, был, по крайней мере, вот, а когда я увидела этого маленького Кришнаита, ну, молодого Кришнаита, хотя он старше меня, лет на 10, наверное, 15, то есть это взрослый парень был, такого впечатления, конечно же, он на меня не произвёл, то есть, такого вот, чтобы, знаете, я была готова, да, идти там в храм, идти там, тоже петь по улице Харе Кришна, у меня, конечно же, не возникло, и когда я пришла домой, я начала гуглить, да, Кришнаиты, 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 и я, конечно же, слышала там, духовные учителя, цепь духовных учителей, это всё Торс Моха всё даже рассказывает, вы должны истинного духовного учителя найти, и на самом деле в России, вот, два самые такие известные, да, духовных учителя, русскоговорящих, я имею в виду, это Хакимов, Александр Хакимов, да, он тоже ведёт косвенную проповедь, его очень много на ютубе, и Вадим Тунеев, тоже он ведёт и косвенную проповедь, но в основном уже такую религиозную, конечно же, проповедь, и я, конечно же, их тоже нашла, и когда я нашла, вот, именно Вадима Тунеева, да, причём это было с таким, вот, душевным, не хочу, не хочу, он уже сидел в религиозной одежде, да, он уже, очевидно, было все внешние атрибуты религиозности, все были, то есть, если ещё Александр Хакимов, он, нет у него религиозных атрибутов, да, он просто в белой футболке обычно сидит, и в спортивке, то вот другой духовный учитель уже был со всеми атрибутами духовности, и меня это прям, протест был внутренний, но мне надо было по три минуты, я его слушала, я помню, открыла семинар, семь привычек высокоэффективного человека, это вот, знаете, как небо и земля, хотя я тогда не была духовным человеком, но я чувствовала эту разницу, вот, душой, что ли, да, всё-таки, мы действительно чувствительные, и мы можем это чувствовать, допустим, когда я читала Толстого, да, я тоже там чувствовала именно вот эту, знаете, глубину жизни, что ли, я не знаю, что не только деньги, да, вот есть что-то, что гораздо глубже, ну, вот нашего мирского понимания, да, особенно тогда вот я читала, там, ну, и Каренину, там, Толстой, ещё как там, «Толстой. Война и мир», прочитала «Отец Сергий», ну, то есть много каких-то романов, даже «В чём моя вера», да, у Толстого есть книга «В чём моя вера», она, конечно, очень сомнительная, он больше критикует там, чем поддерживает, но так или иначе, в нём чувствуется вот какая-то, знаете, глубина, и вот мне понадобилось реально минуты три, что я вот со скептика, с такой, знаете, прям, вредного скептика переключилась на человека, который готов был, знаете, идти, опять же, вот, куда скажут, да, то есть говорят, идти в храм, идёшь в храм, говорят, там, вот это делать, ты это делаешь, да, вот говорят, вот Бог есть, и ты уже просто, то есть ты даже не знаешь, то есть есть, нет его, да, ты только что об этом вообще узнал, то есть ты готов на всё. И тогда я подумала, что вот, ну, вот лично для меня, когда говорят, допустим, кришнаиды, да, он опять же ассоциируется, вот, с духовным учителем, причём там ещё есть прабхупаля, который основал, да, вот, искон, то есть именно принёс с востока на запад, как бы, это культура-то древняя, культура-то, в общем-то, из Индии, и как бы вот к нему у меня так и не получилось, к сожалению, вот именно так вот привязаться, чтобы, знаете, неосознанно, просто ты привязан, даже не зная, о чём вы говорите, вообще не понимая, вот, то вот именно к духовному учителю, который в России, у меня получилось привязаться, причём очень быстро, причём настолько быстро, что я как бы тоже не понимала, о чём, то есть я не прочитала ещё толком ни одной книжки, я не понимала 90% из того, что говорится, но мне так нравилось вот всё, знаете, голос, манера, подача, интонация, о чём говорит, все вот эти, знаете, про философию, просто там, вот, о жизни, да, и я после этого, как бы, очень так сильно вникла в сознание Кришны, да, именно в это движение, начала читать его книги, начала общаться с людьми, которые исповедуют это движение, и начала более глубоко с ним знакомиться. И вывод, там, мои господа, да, кто-то досмотрел до конца, на самом деле, есть даже вывод, что, вот, допустим, у нас есть золото, да, стопроцентной пробы, то нам потом, допустим, будут приносить, там, 525-ю, или, там, 528-ю, 700-ю какую-то, да, там, даже 900, будет приносить, и будет нам говорить, допустим, вот, это чистое золото, да, вот, ну, вы видите, что это 525-я проба, то есть, да, там золото есть, но оно не является чистым, и вы можете так, ну, вот я, по крайней мере, да, я могу так оценивать, если у меня есть какой-то эталон, и вот, вот это вот понимание, что есть эталон, да, оно, мне кажется, очень важно, чтобы именно оценить, в принципе, саму вот традицию, да, саму вот это движение, допустим, ислам логично оценивать по Мухаммеду, то есть, если вы хотите понять ислам, да, надо понять историю Мухаммеда, то есть, как он жил, как он родил,